говорят что собрать сережки это не дизайн это соединить две-три разные бусинки я сегодня покажу вам массу вариантов как соединять бусинки и на самом деле если мы берем бумагу и краски то это тоже готовые материалы но при этом мы творим и создаем картину и это творчество если несколько человек берут одни и те же бусинки одни и те же замочки и одни и те же инструменты то у каждого получится свои украшения потому что это тоже творчество этим творчеством я занимаюсь уже много лет сегодняшнем видео покажу вам массу идей сережек все эти сережки проданы сейчас объясню почему но тем не менее я думаю что данное видео будет полезным и интересным потому что вы увидите действительно оригинальные идеи из абсолютно разных материалов которые собираю реально по всему свету на протяжении многих лет а потом они вдруг находят друг друга и превращаются в сережки которые в свою очередь тоже находят своих хозяек добрый день мои дорогие зрители и гости канал с вами таша мулярова на моем канале жизнь без дублей в сегодняшнем выпуске я хочу показать вам много идей сережек и выпуск от этого сложился не случайно он состоит из маленьких кусочков отрывков видео которые выкладываю себя в телеграм-канале где я рассказываю про свои серьги выставляю их на продажу и именно такой формат сейчас общения для меня комфортен и так как эти видео не попадают на youtube потому что я их выкладываю только в телеграме я решил собрать эти видео за несколько дней все серьги которые вы увидите они уже проданы но я подумала что для многих особенно тех кто тех кто начинает например свое творчество начинает заниматься рукоделием да и кто просто любит украшения данное видео будет примером большого количества вариантов дизайна сережек поэтому приглашаю вас в это видео в процессе я буду иногда вот так включаться и хочу с вами поговорить вообще про украшения про творчество про то почему я к этому вернулась сколько лет я этим занималась возможно ли этим зарабатывать и так далее в общем я думаю что данный ролик найдет своего зрителя надеюсь на это и так как я вам уже сказала все видео которые вы будете сегодня наблюдать и все серьги они уже проданы действительно мне последнее время удобен такой формат потому что все практически украшения я делаю в одном двух экземплярах и поняла что вести для этого отдельный сайт выкладывать их на отдельном сайте но как бы я не вижу никакого смысла по трудозатратности поэтому как бы сама жизнь раздела такой формат когда у меня есть телеграм-канал есть там аудитория с которой я общаюсь да ну не хорошее слово такое сухой аудитория скажем есть люди подписчики мои уже знакомые подруги приятельницы с которыми мы общаемся и которые многие из которых даже долго ждали когда же я снова вернусь к украшениям и я собственно к украшениям и вернулась а я украшениями занималась 2012 года и долгие почти девять лет это был мой основной источник дохода у меня свой бренд таша и был свой интернет-магазин tashashop.ru он кстати как сайт тоже существует но я сейчас не оплачиваю там хостинг и доменное имя но вообще практически ничего там не оплачиваю потому что четыре года после того как мы из москвы где я родилась жила выросла и прожила в общем всю сознательную жизнь вместе с мужем переехали во владимирскую область в садовое товарищество про это у меня очень много выпусков на канале кто со мной может быть только сейчас знакомится я приглашаю вас посмотреть эти выпуски если вам вообще интересна тема смена образ жизни и переезда у меня есть большой плейлист там практически 600 выпусков в режиме сериала мы рассказываем как мы переехали как мы обустраивали старый дачный домик и превратили его ну пригодное не просто пригодны для жизни жилье до авто жилье в котором нам комфортно в котором все сделано именно под нас мы занимались этих этим долгим долгих четыре года и сейчас вот практически все закончено сейчас я с вами нахожусь в своем на кабинете в своей мастерской где я пишу книги и где я создаю свои украшения которые я выкладываю себя в телеграме хочу сегодня вам показать новые серьги которые я сделала из удивительного камня которые просто обожаю посмотрите как он красиво играет я думаю что лабрадор и лунный камень многим из вас знаком а это минерал который называется кианит серьги называется купола видите сверху вот такие резные элементы форме куполов но не полупрозрачные такие выпуклые с одной стороны закрытая ведь элемента с другой стороны он резной и прозрачный пластинки кианита достаточно тонкие вообще в такой чистоте из такой игрой такого приличного размера пластинки попадаются очень редко длина сережек 6 сантиметров и камень играет переливаясь от бледно-голубого до темно-синего отличительной чертой кианита является его столбчатая структура которая делает его похожим на древесину и внешне казалось бы хрупкий камень обладает мощной силой которая способна исцелять изменять привычки и защищать от негативных воздействий вот так смотрится в ушках серьги легкие очень эффектные и однозначно обращающие на себя внимание в наличии у нас одна пара повтор невозможен но я думаю что найдут свою хозяйку и вот так как я занималась украшениями с 12 сантиметров и вот так как я занималась украшениями с 2012 года с 2012 вела свой сайт у меня была в москве арендованная мастерская где я все это создавал куда мне приходили клиентки сначала я несколько лет занималась этим дома в спальне мне муж делал специальную такую стойку где у меня были ящички там с украшениями я их там и на кровати выкладывала в общем маленькая у нас была комната но это как бы мне не помешало развиться в этом направлении я много участвовал в выставках побеждал в различных конкурсах у меня были постоянные клиенты и как я уже сказала это был основной источник дохода нашей семьи муж мне тоже в этом помогал мы вместе продавали наши украшения на выставках раз в неделю буквально участвовали в выставке и в общем я хочу сказать что это очень красивый но очень трудозатратный бизнес но казалось бы сидишь-то там сережки с бусиками до бусинки соединяешь как мне говорят что вы такого надела на просто соединяет бусинки ну так вот бусинки соединяла долгие 9 лет и хочу вам сказать что соединять бусинки можно очень и очень по-разному и потом уже когда моя жизнь изменилась там связи с рядом обстоятельств и об этом я тоже рассказываю себя на канале и мы переехали вот сюда четыре года я этим вообще не занималась у меня узнать прям как отрезала ну потому что я занималась каким-то наверное другими вещами а все-таки творческому человеку ему нужно внутренне как бы наполняться и вдохновляться поэтому у меня был достаточно большой перерыв после которого вот буквально там не знаю месяц назад я опять вернулась к созданию украшений ну теперь давайте посмотрим еще фрагмент сережек а потом я продолжу смотрите какая красота получилась меня все морожки разобрали это у меня вот еще были последние бусины они видите из такого прозрачного стекла вообще конечно от качества стеклодува ну зависит и внешний вид и цена вот если у нас кто-то в чате сейчас там выкладывал где-то на зоне нашел морожки но я могу сказать что они в жизни смотрятся совсем не так как вот эти я знаете сколько мастеров перебрала пока ну как бы решила с кем я буду работать потому что это тоже все мастерство вот и это вот те морожки из которых сережки были которые в чате выкладывал тоже их все разобрали тоже не очень хорошо сделаны тоже очень красиво смотрится вот так у меня для вас новый комплект с моими фирменными подвесками из лаборатура который посмотрите как играет переливается и лунного камня подвески из лунного камня 2 это серебро лабрадор и лунного камня такие легкие весомые швензы ушки тоже серебро сейчас примерю покажу вам на себе вот комплект очень нежный легкий деликатно играющий камнями и очень нежный дорогие мои пока пока и тут ваши заказы у меня родились новые серьги в процессе это черный агат смотрите такие красивые цепочки инкрустированные стразами в тему к ним швензы и лунный камень тут сверху это силикатное стекло которое называют лунным камнем синтетический лунный камень вот такие красивые эффектные легкие при этом сейчас примерю покажу вам в ушках вот так смотрится очень легкие и мне кажется что они и с одной стороны праздничные а с другой стороны и вполне на каждый день подходит как считаете хочу вас познакомить с новым комплектом это агат и синтетический лунный камень силикатное стекло красивые огранки видите граненые такие бусины смотрите как они играют на свету ведь с такой желтый блик у них получается цепочка инкрустированная сваровски браслет браслет регулируется тот кто его приобретет я с вами спешусь и сделаю так чтобы он был под вашу руку и в комплекте серьги продаются вместе комплектом серьги легкие тоже здесь агат и тоже такие маленькие бусинки из лунного камня вот так браслет смотрится на руке застегивать можно на разные колечки и таким образом регулировать его размер у меня рука тонкая 15 сантиметров вот если у вас будет такая же я вам его немножко еще уменьшу все как всегда в одном экземпляре поэтому пишите под этой публикации хочу если вам понравился комплект и вы хотите его приобрести чтобы он стал вашим вот буквально месяц как я вернулась создание украшений что-то я использую из тех материалов которые у меня остались а у меня осталось очень много материалов потому что ну действительно это был приличного размера бизнес вот и также я приобрела уже новые материалы и собирая все вместе да какие-то свои авторские композиции я создаю серьги бусы браслеты к сожалению я сейчас не работаю под заказ вообще но потому что меня как-то не хватает на это просто времени на данный момент я создаю в основном серьги реже браслеты и реже бусы вот но у меня опять же есть творческие планы я сейчас восстановила свои связи я например сотрудничаю с дизайнером по стеклу женщины который в технике лэндфорк сама делать стеклянные бусины очень интересные вот у меня получилось разместить у нее заказ и получить его из болгарии что в нашей ситуации достаточно сложно вот буквально на днях мне должна прийти эта посылка и тоже будет у меня такая коллекция украшений с дизайнерским стеклом авторской работы я стараюсь подбирать точнее не стараюсь подбирать я подбираю только качественную фурнитуру и те изделия которые я создаю они не окисляются с них не облезает покрытие они носятся долгие-долгие годы например серьгам которые у меня сейчас в ушах тоже я делала их достаточно давно мои постоянные зрители знают здесь такой перламутр и кристалл вот и ну вот эти этим сережкам наверное лет семь но при этом вы видите с ними вообще ничего я считаю что современная бижутерия наносится лучше чем серебро и не хуже чем золото но при этом есть такие интересные согласитесь варианта дизайна которые в золоте в бриллиантах но просто даже не просто жаль ну не каждый может себе позволить да и нужно ли это вкладывать такие деньги да когда можно купить а бижутерию и у меня очень много случаев когда люди носили золото и говорит что они никогда не носят бижутерию потом они мерили там сережки какого-то автора ну пусть не обязательно меня да ну какого-то у каждого есть свой какой-то любимый автор но я рассказываю про себя потому что это были случаи с моими будущими постоянными клиентками которые примеряли вот друг неожиданно там одни вторые третьи десятые мои серьги как правило они у меня все в очень разной стилистике что увидели и потом просто забывали о своем золоте переходили на современную бижутерию дизайнерскую и чувствовали себя совершенно по-другому воодушевленными и у них пропадает вопрос куда это носить вот просто это хочется носить ты это надеваешь идешь с собой украшать мир я надеюсь что вам нравятся работы которые сегодня представляю может конечно вам не может нравиться все это абсолютно нормально именно поэтому они у меня в разном стиле потому что как бы я себя не ограничиваю и не делаю серьги под конкретного человека как правило я создаю серьги которые у меня в голове сложились из тех материалов которые у меня есть до или наоборот я какой-то придумал идею под нее на нашла материалы сделал эти серьги и всегда они находят человека для которого они были созданы сегодня хотелось познакомить вот с такими летними сережками у меня кстати у самой есть такая пара которую я очень люблю и часто ношу вот сделала еще одну здесь натуральная ракушка с отделка золотой швензы видите видеть такого маленького крокодильчика серьги легкие аккуратненькие и хорошо носится не темнеет не облазит никак очень хорошенькие сейчас вам покажу как смотрятся в ушки вот такие ведь и небольшие в невесомые и аккуратненькие серьги ну и мне кажется несмотря на то что это ракушка они в общем-то все сезонные и нейтральные по цвету да такой золото и слоновая кость цвета еще одни сельки это муранское стекло бусины видите они фиолетовые внутри с сусальным золотом и темно-фиолетовый агат сейчас смотрится как черный при таком освещении но он темно-фиолетовый английский замочек латунь с позолотой бусины ведь как интересные муранского стекла они как прозрачные и внутри вот это сусальное золото серьги легкие тоже в меру длинные но мне вообще нравятся длинные серьги наверно поэтому я их и создаю мне кажется что когда серьги длинные они как-то тебя вытягивают и смотрятся элегантно такие сережки ну и тоже на мой взгляд за счет того что это темно-фиолетовый а там золото и там даже какие-то экземпляре у нас по-другому как-то и не получается и так первым у нас есть еще один комплект с пятью подвесками который уже был это по был повтор и вот один остался в наличии здесь вот такая вот швенза кольцом вот как составляется в ушка и к ней набор из пяти подвесок вот это черный агат потом вот такие коральчики месяц со сваровски аметисты и вот такой игральный кубик подвески можно компоновать между собой например одеть одновременно вот такой перчик из агата и плюс коралл ну в общем здесь получаются вариации также можно носить швензы отдельно тогда будет просто кольца в общем комплект пять подвесок вот чтобы ясен был масштаб надела на себя вот такие получаются аккуратные небольшие легкие сережки которые вы можете менять зависимости от нашего настроения наряда и так далее следующие серьги у нас крокодильчики здесь замочек английский замок в виде крокодильчика вот такого который удерживает натуральную ракушку с позолотой я честно говоря не помню у этих раковин есть какое-то название серьги тоже легкие летние но на самом деле у меня у самой есть такая пара и кто смотрит мои выпуски я их и зимой и летом ношу очень люблю эти серьги вот как смотрится в ушке тоже они такие аккуратненькие цвета у них слоновая кость с позолотой такой деликатные но мне кажется что очень хорошие такие удачные серьги следующая пара это серьги разноцветный мир здесь очень интересная бусина из гелиотропа гелиотроп это бусина инкрустированная натуральным перламутром вот видите вот такими вот шашечками интересная швенза на самом деле она очень хорошо в ухе смотрится потому что она удлиненная она вот так будет висеть болтаться при желании ее можно завести вот этот вот кончик вот сюда и таким образом она застегнется но я нашу такие замки никак их не застегиваю они хорошо держатся в ухе вот так смотрятся в ушки я говорю такие они аккуратненькие и за счет вот этот цветового гамма гелиотропа они подходят под очень большое количество цветовой гамма одежды и в другом ушке у меня следующая пара сережек который называется локон видите тут такой очень интересный замочек это гвоздик сережка ну или пусет их еще до называют и вот такая длинная камня капля из искусственного жемчуга они тоже легкие несмотря на то что кажется что такие длинные но при этом эффектные и может быть даже где-то и вечерние серьги хотя с другой стороны я говорю настолько все индивидуально на для меня это вот вы тоже на каждый день вполне возможно вообще мне кажется что над этим не стоит заморачиваться нужно просто надевать по настроению и идти украшать мир вот серьги локон показываю вам отдельно здесь как я сказала очень интересный замок он такая видите латунь она матовая сделана под винтажную гвоздик но вы видели что он никак не оттопыривается в ухе лежит хорошо и капля из искусственного жемчуга и последняя пара из тех что я хочу сегодня показать это темно-зеленый агат такой прям болотного цвета и сверху бусина из кошачьего глаза называется серьги свежесть здесь очень интересный тоже замок красивые видите вот такой мельхиоровый резной и сейчас покажу как они смотрятся в ушки вот при таком ракурсе видно что это зеленый цвет у камня ну вот я примерила серьги свежесть тоже чтобы по длине было понятной как в ушке вы видите насколько освежает вот этот вот кошачий глаз и сейчас видно что агат зеленого цвета но тоже они такие не очень тяжелая но есть у них вес конечно они не не невесомые но кто носит длинные серьги вполне с этим весом справиться они не какие-то прям очень тяжелые но при этом очень хорошо смотрятся в ухе и опять же много ко всему подходит мне так кажется очень даже как и книги вот я пишу книги и я всегда считаю что все что ты делаешь оно для кого-то и для чего-то и у меня опять же много примеров когда люди читают мои книги но вот например мой новый сборник рассказов танец стрекоз до вышел здесь рассказы и повести у меня много есть отзывов как-то люди мне прям пишут что они прочитали и нашли прям ответы на вопрос которых мучил да и там пересмотрели взгляд на какую-то свою ситуацию поэтому еще раз повторюсь все для кого-то и все для чего-то и если вам не нравится что я делаю это не значит что это плохо это значит что просто ну это не для вас сделано сделано для какого-то другого человека которому понравится то же самое если там вам например не нравятся мои рассказы это не значит что рассказы плохие это значит просто они написаны для других людей которых тоже много я от всей души желаю каждому из вас найти и своего не знаю стоматолога гинеколога парикмахера до своих строителей вообще находите своих людей своего писателя своего дизайнера украшения своего дизайнера интерьера своего повара своего там ночью ищите своих их Со своим ассоциируется у кого-то с матрешками, у кого-то с Новым годом. Но, на мой взгляд, здесь есть какие-то, не знаю, восточные, народные мотивы. В любом случае, комплект оригинальный, интересный. Очень красивый цвет, слоновая кость, ярко-красный и такой насыщенный зеленый. И сочинание поддерживающих друг друга контрастных цветов дает вот такой эффект. У нас в комплекте серьги. Серьги длиной 3 см, легкие. Здесь бусины-клуазоны, натуральный коралл и имитация. Такая бусина, не знаю, под дерево. Ну, это какой-то пластик, честно вам скажу. Ну, я не знаю. Ну, хороший, качественный. Очень по цвету он подходящий, потому что... Ну, и за счет того, что здесь бусина пластиковая, вот эти вот клуазоны, они металлические и с эмалью. Да, но за счет этой большой пластиковой бусины у нас есть возможность сделать сережку все-таки легкой. И вы видите, я их сделала асимметричными. То есть, они намеренно мною собраны в обратном порядке. Ой, сейчас. Вот в таком ракурсе хорошо видно, что серьги асимметричные. И мне кажется, что это как раз их изюминка. В браслете бусины, поддерживающие эти же цвета. Здесь нет бусин клуазоны. Браслет очень легкий. Это тоже натуральный коралл. Это тоже такая имитация, вот эти зеленые бусины. И здесь несколько золотых бусин ажурных, которые поддерживают вот эту ажурность, которая есть на бусинах клуазоны. И здесь я добавила вот такую блестящую звезду инкрустированную. Потом нашла очень интересную граненую винтажную бусину из стекла. И тоже здесь цепочка удлинитель, чтобы браслет мог регулироваться. И там на конце бусинка коралла. Сейчас примерю на руке и на ушках. Вот так браслет смотрится на руке. Я его намеренно сделала с длинной цепочкой, потому что когда вы его приобретете, вы мне напишите размер вашей руки, и я лишнюю цепочку уберу. И вот так смотрятся серьги в ушках с браслетом. Мне надо идти собираться, мне завтра вставать рано. И ехать навстречу, а я тут сижу, браслеты творю. Но что-то мне прям так захотелось, прям у меня такое счастье. Еще одни серьги, которые я хочу показать сегодня, называются они опять кубики. Посмотрите, у них такие интересные швензы. Швензы, здесь перламутр, черный агат и золотая вставка. И кубики из черного агата, тоже они, видите, асимметричные, наоборот сделанные. Кубик один побольше, другой поменьше. И вот так они в ушках смотрятся. Серьги называются фонарики. Здесь очень интересные бусины из авторского стекла. Вот такие кубики. И я добавила сюда фурнитуру. И получилась вот такая вот сова с фонариком. Сова инкрустирована Сваровски. Это английские замки. Сейчас покажу, как в ушках. Да, я обращаю ваше внимание, что совы парные. Видите, они так друг на друга. Вот так они в ушках. Света у меня сейчас нету, поздно. Ну, видно, что они такие небольшие, аккуратненькие. Ну, в ночи вам такая веселая красота. Когда я вчера на закупке увидела вот эти швензы. Смотрите, это какие красивые. С эмалью. Видите? Разноцветные. И как мы с вами уже полюбили, такие вот здесь застежки. То есть, это серьги-кольца, на которые можно вешать сменные подвески. То есть, у нас с вами получается, раз пара можно носить просто сами по себе вот эти колечки в ушках. Потом, внимание, я к ним сделала раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, получается, неделька. Это семь. Ну, сами швензы семь. И смотрите, какие они веселые. Я когда увидела эти швензы, я вспомнила о том, что у меня остался такой красивый перламутр. Прямо как монетки. Разных цветов от одной работы, которые я давно хотела где-нибудь использовать. Смотрите, как он красиво играет. Это у меня сейчас еще искусственное освещение. А на солнечном свете он вообще играет потрясающе. И я вот использовала для подвесок перламутр. Потом сделала еще подвески. Колечки забыла, сейчас сюда вставлю. Колечки и подвески из натурального жемчуга. Это натуральные жемчужины, достаточно крупные. И подвески перцы, которые можно сочетать с каждым, например, с цветом. Или носить отдельно, одевать вместе с жемчужиной. А также, внимание, я сделала в комплект кольцо. Тоже с перцем, со всеми цветами перламутра. Добавила круглые бусины. Вот такое кольцо, оно безразмерное. И, соответственно, будет комплект серьги с шестью сменными подвесками плюс кольцо. Итак, компонуем. Смотрите, как хорошо смотрятся в сочетании. Золотой перчик плюс жемчужинка. Очень так свежо. И остренько. Или, например, нежный розовый перламутр сам по себе. Вот такая подвеска. А можно еще, например, добавить жемчужину. Можно даже сделать две подвески. И когда вы будете идти, они будут между собой вот так болтаться. Два перламутра или три. И, короче, масса вариантов сережек. Сейчас покажу в ушки. Ну вот, смотрите. У меня с одной стороны перчик и жемчужинка. А с другой стороны перламутр и перчик. И все это с кольцом. Мне кажется, прям классно получился. И, главное, этот перламутр как такие конфетти для настроения. И на лето, и зимой. И вот, смотрите, и с черным хорошо, и с разными цветами одежды. Ну, в общем, совершенно универсальный комплект. Хочу представить вашему вниманию новый комплект, который называется Льдинки. Это латунь сяоди. Серебряного цвета фурматура, соответственно, вся вот, видите, такая красивая. Короткий чокер. У него жесткая металлическая основа. Ну, я опять соединила бусинки. Получила некоторые украшения. Здесь висит кулон. Он из хрусталя. И у него есть вот такие вот вкрапления, которые заполированы. Они внутри камня. То есть это внутренние трещины, которые дают камню такую глубину и, наоборот, такую даже красоту. Сверху у него кулон-подвеска. Вот из таких элементов. И хрусталь неровной формы. Вот такими осколками. Украшения в наличии два. Ну, то есть я сделала два полных комплекта. Продаю комплектом. У второго кулона тоже есть вот такая внутренняя красивая трещина, которая играет. Видите, как интересно играет этот хрусталь полированный. Теперь серьги. Серьги на английском замке. Тоже оригинальная швенза, как будто бы завязанная в узелок. И дальше идут элементы звенья цепочки, инкрустированные своровские. И внизу подвеска тоже из этого хрусталя. Сейчас все продемонстрирую на себе. И такой же браслет. С очень красивым тоже инкрустированным замком. Браслет сделаю в размер. Сейчас у меня два браслета разного размера. Один еще побольше, другой поменьше. И с покупателем мы согласуем размер. Сделаем под вашу руку, чтобы он четко застегивался. На конце я сделала вот эти колечки, на которые застегиваются. И тоже шарик из хрусталя. Комплект лединки. Ну, вот я вам демонстрирую. Видите, даже специальное черное платье у себя нашло, чтобы на контрасте вам показать, как смотрится. Смотрится хорошо и на голом теле, да. И будет хорошо на одежде. Можно, например, внутрь какой-то рубашки надеть. Вот видите, с таким вырезом хорошо. Он вроде бесцветный. С другой стороны, хрусталь будет очень играть на свету. Но, к сожалению, у меня вот сейчас нет дневного света, чтобы вам показать. Серьги легкие. И вот такой эффектный браслет. Мне кажется, что вместе комплектом смотрится очень изысканно, оригинально и дорого. Вот этот обруч, он при желании его можно разогнуть рукой. Если он вы боитесь, что он не пройдет у вас через шею, его можно подогнуть и подогнать под свой размер. И вот это вот «ищите своих» мне кажется, что это такой очень важный девиз в жизни. Так, ну давайте сейчас еще чуть-чуть посмотрим, Сережек. И потом я с вами буду прощаться. Еще немножко поговорим. И расскажу вам, где я делюсь тем, как создавать украшения. У меня есть обучающий курс по этому поводу. Он бесплатный, не переживайте. И также я делюсь своими тоже обучающими видео по тому, как вести канал на Ютубе. Ну, это, в принципе, такой достаточно широкий курс. Он не только про Ютуб, он и про блогерство вообще. Так как я знаю, что эта тема актуальна, особенно для тех, кто занимается каким-то своим рукоделием, кто что-то создает своими руками, занимается творчеством и хочет каким-то образом это реализовывать, нужно обязательно идти в соцсети. Но у нас сейчас такой мир. И, конечно, соцсети дают нам всем сейчас уникальную возможность находить вот этих самых своих, про которых я вам говорю. Но, как и во всем остальном, это нужно делать грамотно, потому что в этой ситуации это экономит вам огромное количество сил, времени и нервов. Согласитесь, это очень важный и ценный для каждого человека ресурс. Итак, мы с вами посмотрели еще часть сережек. Повторюсь, что они все проданы, все эти серьги, и практически никакие из них повторить невозможно. Поэтому у нас сегодня с вами был просто такой обзор. А я хочу, в свою очередь, пригласить вас к себе в Телеграм-канал. Если вы досмотрели до этого места, значит, вам точно интересна эта тема. Я буду рада продолжить с вами общение у себя в Телеграме, где я не только показываю серки, а каждый день выхожу и видео-кружочками, и голосом, и выкладываю рецепты, выкладываю какие-то небольшие фрагменты своего дня, своей жизни, своих мыслей. И у нас там уже прекрасный чат, единомышленники такие собрались. Поэтому буду очень рада вас видеть. И у меня есть такой ресурс на Boosty. Я думаю, что некоторые из вас знакомы. Если нет, то будет ссылка в описании к видео. Это тоже такой типа соцсети, где авторы, творческие люди могут каким-то образом монетизировать свой контент. И там я выкладываю, вот начинаю сейчас выкладывать свой большой видеокурс «Как стать блогером на Ютубе», «Как стать видеоблогером» даже назовём так. Там 77 уроков. В своё время я его продавала всем большим курсом. И сейчас тоже есть такая возможность подключиться к платному Телеграм-каналу. Но на Boosty я начинаю выкладывать его отдельно по урокам. И его можно покупать по урокам. Один урок будет стоить 350 рублей. Урок длится, как правило, от 30 до 50 минут. И этих уроков 77. Поэтому вы в комфортном для себя режиме можете либо по подписке. Месячная подписка на этот курс будет стоить 500 рублей. В месяц будет выходить 4 урока. Либо вы можете покупать по одному уроку, который вам по теме. Серёжки оригинальные очень. Курица или петухи, кому как нравится. Мне кажется, что это петухи. Ну, вам самим решать. Смотрите, ну прям вот у него здесь вот такая грудка, как у петуха. В общем, будем считать, что это петушки. Они инкрустированные. Смотрите, как симпатично. Есть три пары, которые отличаются размером и оттенком жемчужин. Первая пара это 3 сантиметра. Точнее, 2 с половиной. То есть, самая жемчужина 2 с половиной сантиметра. И она такая серо-розовая. Вторая пара 2 сантиметра. Жемчужина серого цвета. И третья пара белого цвета жемчужина. И полтора сантиметра у неё размер. У неё такой вес, знаете, но в меру. И это та, которая самая маленькая, а самая лёгкая. И они парные серьги. Вот видите, петушки у меня сейчас смотрят друг на дружку. Соответственно, можно так надеть, чтобы они, наоборот, в разные стороны смотрели. Ну, тоже, мне кажется, очень эффектные серьги. Оригинальные никого не оставят равнодушными, как вы считаете? Во-первых, смотрите, какие интересные замки. Они английские. При этом у них такой, как состаренный такой золк. Вы видите, неродные. И здесь золото и серебро совмещены в замках. И я поэтому его совместила и в фурнитуре тоже. То есть, вот здесь вот серебро. А вот эти вот проставки со Сваровски, они... Смотрите, как играют вообще. Они золотые. Это аквакварц. С очень красивой огранкой. И хрусталь. Это вот такие серьги, как недавно показывала Светлана Ладисат. Вот я ей подарок делала. Вот сделала две пары вот таких. Так что есть в наличии. Сейчас в ушках покажу, как обычно. Ну, в ушках вот так смотрятся. Они немножко тяжеловаты. Немножко в меру. Я уже, честно говоря, так устала. Но, когда надеваешь серьги, прямо в жизни сияет другими красками. Мне кажется, очень хорошо. Не могу вам на просвет показать. Вот так, наверное, видно будет. В общем, когда свет падает, они прям играют. Вот так серьги смотрятся в ушки. И кольцо на руке. Лаконично, просто. И для тех, кто как раз не любит много лишних деталей, любят такую геометрию. И в то же время сочетание асимметрии. Потому что элементы здесь все три разной формы. Но при этом они очень хорошо сочетаются друг с другом. Серьги легкие. Длиной, наверное, сантиметра четыре. И за счет, видите, белого элемента, белого перламутра. Они такие освежающие. То есть, нет такого ощущения, что они какие-то очень темные. И в то же время вот эта разная геометрия привлекает к себе внимание. Я здесь еще, видите, добавила такую небольшую точку элемент. Просто точка. Вот готовы серьги. Таша с хризопразом. Кстати, на камеру более темный цвет камня получается. Он еще светлее в жизни. И вот смотрите, как он светится. Вот он такой в жизни по цвету. Хризопраз, перламутр, латунь с позолотой. Ну, в результате родились вот такие вот серьги. Это, смотрите, винтажное стекло. Оно такое на просвет. И у него, видите, сбоку, как позолота. Почему такого цвета? Чтобы сочеталось с моей бабочкой. То есть, у меня получились серьги и колье бабочки. Вот такой чокер. Здесь у меня винтажное стекло. А здесь у меня бисквитный фарфор. Сейчас примерю, покажу на себе. Вот такой комплект бабочки. Мне кажется, очень оригинально. По летнему. Ну, хотя почему только по летнему. Серьги такие играющие. В общем, мне очень нравится. Не знаю, как вам. Напишите. Ну, вот что у меня в итоге получилось. Гранаты. Натуральный жемчуг. Латунь с позолотой. Вот такое оригинальное колье. Знаете, какой красивый гранат. И очень лаконичные и в стиле колье получились серьги. Сейчас примерю на себе. Мне серьги так нравятся. Вообще прям класс. Ну, и вообще само колье. Стиль у него такой. Она такая прям, знаете, стильная, изысканная, да, лугоя. Очень оригинальная. И нежная. Длина у колье 46 сантиметров. Сережки тоже короткие. Наверное, сантиметра 3. Ну, прямо королевская. Прямо и на подарок, там, к юбилею можно. Или себя порадовать. Мне кажется, прям великолепно. И такая оригинальная вещь. Вот ни у кого такого не видела. Как вам вообще? Я уже вот так устала. Я пошла спать. Думаю, что вы это утром посмотрите. Готова еще одна пара сережек. Эта модель называется у меня Таша. Здесь мой логотип. Это полностью моя авторская фурнитура. Как бы задумка и воплощение. Латун с позолотой. Коралл. И вот такой резной камень. Сразу скажу, что под этой публикацией писать хочу не нужно. Дальше будет другой пост. Под каждой серьги свой собственный. Под ним и пишите. Иначе я путаюсь. Итак, первые серьги. Это красные капли. Смотрите, здесь такой интересный замок. Как узелочек. Видите? Это пиаламутр шоколадного цвета. С краплениями. И разная капля. Это имитация. Так называемая майорка. Синтетический жарочек. Очень красивый пиаламутр. Смотрите, как играет. Сейчас покажу ушки. Две пары в наличии. Вот так они смотрятся в ушки. Не очень длинные. Легкие. Изящные. И эффектные. Прям капля. Очень мне не понравится. В своей структуре. В другом ушке у меня сразу серьги. Которые называются принцесса цирка. Сверху агат. Внизу винтажная бусина. Такая полосатая. И опять же имитация. Вот такая черная капля. Покажем на реже. Тоже две пары в наличии. Вот они, эти серьги. Принцесса цирка. Здесь замок расстегивается вот таким образом. Извиняюсь за свои ногти. Я через день у меня монитор. В курсе, что это надо делать. Так, следующие серьги у нас внизу фиолетового цвета агат. Здесь фиолетовая такая резная решеточка. Это тоже винтажный элемент. Покупала я давно на каком-то заграничном сайте. И вот такая же швенза, как я сейчас показываю. Вот эти серьги восточные узоры. Тоже очень интересные смотрятся уши. Они, например, нарядные. Ну, кто любит такой стиль и длинные серьги, мне кажется, что они будут просто украшения. Такой фиалкового цвета, вот этот элемент. И темно-фиолетовый агат. В другом ухе у меня такие классические серьги. Это бразильский агат. Две бусины и на таком же замочке. И эти серьги в наличии одна пара. Вот это очень необычные серьги. Я бы сказала, что это в стиле арт-деко. Это у меня в свое время была целая коллекция. Это моя полностью авторская задумка и работа. Здесь я работала с мастером по моему заказу. Эпоксидная смола и натуральное дерево вовнутрь. Такой очень необычный тут, видите, элемент. Это серьги-гвоздики. Вот здесь тоже эпоксидная смола. И у них такая необычная форма. Блеск. В общем, такая прям геометрия-геометрия. Вот они в ушке. Они практически невесомые, несмотря на свою массивность. Очень оригинально смотрятся. Вот эта прозрачность и блеск, и форма, и сама геометрия. В общем, такие необычные серьги для какой-то необычной личности. В принципе, у меня все они достаточно необычные. И в другом ушке у меня сейчас последняя пара из тех, что я хочу сегодня вам представить. Это тигровый глаз. Вот такая интересная застежка-крючок. И серьги достаточно длинные. Они имеют вес. Вот видите, так вот играют. Но для тех, кто привык носить различные серьги, в общем-то, вес нормальный. Но мне, например, нормально. Я вообще очень люблю эту форму. Сейчас покажу ближе. Вот смотрите, какой красивый тигровый глаз. Как он играет. И такой формы конуса. Сейчас вторую покажу сережку. Вот смотрите. Очень необычные серьги. Но кто любит тигровый глаз, я думаю, что будет доволен такой игре. Сейчас все говорят, что YouTube умирает. На самом деле, я считаю, что YouTube умереть не может. И несмотря на то, что упала скорость, и у кого-то вроде бы как исключилась возможность его смотреть, все равно просмотры, да, немножко упали на YouTube. Но YouTube был, есть и будет. Остается самым гигантским видеохостингом, который, на мой взгляд, будут всегда смотреть. Мой курс ориентирован не только на YouTube. Там очень большие блоки, которые посвящены и психологии блогерства, и самой съемки, навыкам съемки, навыкам монтажа, и о чем вести канал, как найти темы, как часто выкладывать видео. И обо всем об этом я рассказываю в своем видеокурсе. Так что присоединяйтесь. И кроме этого, там же на Boosty выложены мастер-классы по созданию украшения. Также эти мастер-классы выложены в открытом доступе. Здесь, на YouTube. Здесь, на YouTube. И у меня в Дзене. Есть прямо на моем канале. Есть прямо подборка мастер-классы. Ссылку на нее дам тоже в описании к этому видео. Ну, с вами была Таша Муляр. До новых встреч. Мы с вами можем встречаться на YouTube, в Telegram, в Дзен и ВКонтакте. У меня везде есть мои акканты. Я немножко веду их по-разному. Вот, наверное, все-таки, самое такое активное, что я веду, это Telegram. Потому что я веду его практически в формате такого видеодневника с интерактивным общением. И мне будет очень приятно, если вы ко мне присоединитесь. Так что до новых встреч. И если вам понравились какие-то серьги, но они уже проданы, не переживайте. Ваши серьги вас обязательно найдут. С вами была Таша Малер. Пока-пока. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»!